Уважаемые студенты, здравствуйте! Сегодняшняя наша лекция посвящена уравнениям в полных дифференциалах, а также интегрирующему множителю. План лекции. Первое. Уравнение в полных дифференциалах. Основные понятия. Второе. Интегрирующий множитель. Способы нахождения его. Уравнение в полных дифференциалах. Определение. Уравнение P от x, y, dx плюс Q от x, y, dy равно нулю. Называется уравнением в полных дифференциалах. Если его левая часть является полным дифференциалом от некоторой функции U от x, y. То есть, du, x, y равняется P, x, y, dx плюс Q, x, y, dy. В этом случае уравнение последнее можно переписать в виде du, x, y равно нулю. А его общий интеграл будет иметь следующий вид du, x, y равно константе. Для того, чтобы уравнение 1 было уравнением в полных дифференциалах, необходимо и достаточно, чтобы частная производная от функции P, x, y по y должна равняться частной производной от функции Q, x, y по x. Это является теоремой о необходимом и достаточном условии, что уравнение 1 было уравнением в полных дифференциалах. Для нахождения функции U, x, y используем равенство. Частная производная по x от функции U равняется P, x, y. Частная производная от U по y равняется Q от x, y. Из первого равенства получаем, если проинтегрируем по x, то U, x, y будет равняться интегралу от P, x, y, dx, который равняется первообразной от этого интегральной функции F, x, y плюс некоторая функция F, y, которая, как мы знаем, должна быть вместо константы C. Так как мы интегрируем по x, по переменной y остается функция. Для нахождения функции F от y продифференцируем функцию, которую мы нашли, U от x, y по y и приравним полученное полученное Q от x, y. То есть частная производная от F по y плюс производная от F по y равняется Q от x, y. Отсюда находим следующее выражение. Фи штрих y равняется Q от x, y минус интеграл от P, x, y, dx от интеграла. Берем производную по y. То есть частная производная от F, x, y, по y. Отсюда, проинтегрируя по y, найдем функцию F от y, которая равняется интегралу от скобках Q, x, y минус частная производная по y от интеграла функции P, x, y по dx и скобка закрывается и dy. То есть интегрируем вот это выражение по y и плюс C, который появляется всегда при интегрировании определенного интеграла. Где C у нас константа. Решение уравнения 1 мы находим по выражению, где мы нашли U и вместо FI y мы подставляем найденное значение. То есть у нас получается FI F, x, y, плюс FI от y равняется C. Пример. Решить уравнение в скобках 3x квадрат плюс 10x, y, dx плюс в скобках 5x в квадрате минус 1, dy равно 0. Проверим условия тотальности. То есть проверим, что функция 3x в квадрате плюс 10x, y, которую обозначим через m, x, y, и берем производную от этой функции по y, должно равняться выражению производной от n, x, y, который у нас равняется 5x квадрат минус 1. Производную берем по x. И эти два выражения, то есть две частных производных, если равны между собой, то условие тотальности выполняется. То есть необходимое и достаточное условие для того, чтобы уравнение было в полных дифференциалах. В нашем случае условие тотальности выполняется, следовательно, исходное дифференциальное уравнение является уравнением в полных дифференциалах. Определим функцию u. у у нас будет равняться, как показано было в теории. Интегрируем mxy по x, и получаем xq плюс 5x квадрат y плюс c от y. То есть некоторая функция c от y. Для нахождения c от y берем от этого выражения частную производную по y и находим, что оно равняется 5x квадрат минус 1. Отсюда находим, что c штрих y равняется минус 1. Так как 5x квадрат с 5x квадрат мы можем сокращать, отсюда мы находим, что c штрих y равняется минус 1. Отсюда, проинтегрируя по y, найдем, что c от y равняется минус y плюс некоторая константа c1. В итоге находим, что функция u равняется x в кубе плюс 5x квадрат y минус y плюс c1. Находим общий интеграл исходного дифференциального уравнения, которую мы можем записать в следующем виде. x в кубе плюс 5x в квадрате y минус y равняется некоторой константе с. Понятие интегрирующего множителя. Пусть в уравнении 1 не выполняется условия тотальности. То есть частная производная от функции p по y не равняется частной производной от функции q по x. Тогда уравнение 1 не будет уравнением в полных дифференциалах. Однако это уравнение в некоторых случаях можно привести к уравнению в полных дифференциалах. Причем путем умножения на некоторую функцию обозначаемую например мю от x и y называемую интегрирующим множителем. То есть интегрирующий множитель определяется как функция некоторая при умножении которого с двух сторон в уравнение 1 мы получим такое уравнение при котором уравнение 1 будет уже уравнением в полных дифференциалах. Два понятия когда можно непосредственно найти функцию мю от x y Если функция мю от x y зависит только от переменной x то эту функцию находим по формуле мю от x равняется e в степени интеграл от следующей дроби производная от функции p по y минус производная от q по x деленная на q от x y интегрируется по x и это выражение нам дает функцию мю от x Если же функция мю от x y зависит только от переменной y то эту функцию находим по формуле мю от y равная e в степени интеграл от следующего выражения производная от функции q по x минус производная от p по y деленная на p от x y берется интеграл по y по переменной y в других случаях мы находим функцию мю от x y если она зависит от x y иногда мы можем найти некоторых некоторыми другими способами то есть путем подбора а в случае когда функция мю зависит только от одной переменной то мы можем использовать вот эти две формулы при использовании этих двух формул мы тоже как бы путем подбора сначала проверяем когда функция зависит только от x допуская что функция зависит только от x если мы получим интеграл который будет зависеть от y то мы его не можем проинтегрировать значит такой функции не существует тогда мы пробуем уже найти функцию мю от x y зависящую только от переменной y на этом мы закончим нашу лекцию для вас контрольные вопросы первое как определяются уравнения в полных дифференциалах и второй контрольный вопрос в каких случаях используется интегрирующий множитель и на этом мы заканчиваем рассмотрение уравнение первого порядка дифференциальное уравнение первого порядка но эти уравнения первого порядка не полностью вам даются так как существует уравнение первого порядка называемое уравнение рекати уравнение лагранжа и так далее эти уравнения вы можете изучать уже самостоятельно до свидания о